Ивановская молодежь хочет новую школу. Буквально на прошлой неделе к директору молодежного центра пришли ребята и сказали, что хотят заниматься трекингом. Это такое спортивное движение. В Иванове оно практически не развито. Презентацию трекинга устроили в выходные в парке Степаново. В Москве уже есть федерация по трекингу и паркуру, что в принципе в дальнейшем я собираюсь делать в Иванове. То есть это все в плане оформления находится. Нам одобрили это. Вот. Вообще это, я считаю, хорошая физическая подготовка для людей, кто идет в вооруженные силы, служить. Вот. Ну, это модно. Самое главное. То есть это модно. До федерации трекинга в Иванове еще далеко. А вот школа будет точно на базе молодежного центра. Преподаватели уже есть. Возглавит их коллектив Евгений Солдатов. Резер всероссийских соревнований по трекингу. Трикинг это такой стиль, то что он в себя включает боевое искусство, брейк-данс, разные кручения, винты на плоскости. То есть это все соединяется. Такая получается смесь трюков. То есть трикинг от слова трюк как бы идет. То есть всякие удары, крышки. Ну, это как бы зрелищно и очень красиво смотрится. Набор в школу трекинга начался. Занятия будут проводиться бесплатно. И судя по соцсетям, как минимум 200 человек уже готовы туда записаться. Мы их будем планировать. Будем планировать. Группа по возрастам их будем делить. Потому что, как заявляют ребята, которые хотят заниматься, которые хотят внедрять в молодежь это направление. Они говорят, что они будут делить их по возрастам. Буквально 3-7 лет, 7-10 лет, 12 и 14 и дальше. Потому что мы будем принимать всех желающих. Понятно, что мы делаем акцент на молодежь. Наверняка после презентации в парке сторонников у трекинга станет еще больше. А это значит, что пока что у единственного в Иванове призера и профессионала Евгения Солдатова появится достойная конкуренция в родном городе. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова. Когда тебе самое место в нашей школе?